День первокурсника Несмотря на недетский возраст, фестиваль всегда идет в ногу со временем. С каждым годом увеличивается количество номинаций, а профессионализм участников незаметительно растет. Ребята не просто удивили, мне кажется, нас мучили творчеством, потому что это было невероятный каскад, огромное количество номеров. Это радует, потому что буквально каких-то там два года назад еще и оригинальный жанр, и театральное направление пребывало в каком-то совсем глобальном андеграунде, а сейчас оно не просто выкарабкивается. Да и сам праздник первокурсника становится ярче. Например, видели ли вы хоть раз, чтобы отчеты молодежной политики за год зачитывали под дерзкие биты? Всегда очень рады. Недаром проводили мы универсиаду. Пожалуй, начну я сейчас свой рассказ про то, как живется молодежь у нас. Если ты творческий и креативный, для тебя фестивали в магазине... Если ты думал, что видел все, что могут показать студенты, то ты ошибаешься. В этом году программа была настолько насыщенной и неожиданной, что от ошеломляющих танцев у зрителей бежали мурашки, а от завораживающего пения захватывало дух. Подведя итоги, приз за лучшее выступление творческих коллективов был единогласно присужден нашему Казанскому федеральному университету, команда которого стала абсолютным лидером по числу участников и номинантов. День первокурсника, вот этот юбилейный 20-2014 года, он удался. Это мой праздник, потому что я первокурсник. Люблю свой вуз Казанский федеральный. КПУ вперед! Однозначно, новоиспеченные звезды праздника зажгли не в последний раз. Так уж завелось, что победители фестиваля впоследствии становятся известными личностями шоу-бизнеса, телеведущими и лауреатами крупных фестивалей. Алена Липина, Руслан Уразаев, Универньюз. Руслан Уразаев, Универньюз.